Всем привет! Сегодня у меня для вас очень интересное и полезное видео, а все потому, что я буду рассказывать о тех средствах, которые способны заменить не какую-то там люксовую косметику, а настоящие, нашумевшие, культовые продукты косметического рынка. Это и Urban Decay, MAC, NARS, Kat Von D, Benefit и многие-многие другие. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Давайте начнем с одной из самых горячих новинок. Это палетка теней от бренда Urban Decay под названием Cherry. Вы знаете, я с удовольствием пользуюсь этими тенями. Мне нравится и подборка оттенков, и также их пигментация. Это не уровень Анастасии Beverly Hills, но мне нравятся такие более сухие тени, которые я могу наслаивать. И здесь такая подборка базовых теней, и также более трендовых, как матовые, так и сатиновые, и более шиммерные цвета. Но я не могу сказать, что эта палетка нужна всем и каждому. И лично я предпочитаю инвестировать деньги в какую-то косметику, которая не выйдет из моды так быстро. Поэтому я готова предложить вам какую-то альтернативу из более недорогого сегмента. И эта палетка выглядит таким образом. Я покупала ее на iHerb. Одну я подарила своей подружке, а вторую оставила себе. Выглядит она вот так. И конечно я не могу сказать, что это аналог прям один к одному, но здесь также есть базовые цвета, теплые оттенки теней. И вот эти такие малиново, бордово, лиловые оттенки, которыми вы сможете выполнить точно такой же макияж, как при помощи палетки от бренда Urban Decay. Сегодня на мне бюджетные тени, и камера немножко съедает оттенки, но я могу сказать, что они так хорошо наслаиваются. Это тоже не какая-то там сумасшедшая пигментация, но если вы хотите поиграться с тенями, если вы хотите попробовать как-то немножко разнообразить свой макияж при помощи лиловых теней, при помощи вот таких слегка красноватых, слегка рыжеватых. Здесь вот есть такие оттенки, которые вы сможете использовать и для повседневного макияжа, и также для вечернего. Здесь точно так же, как в палетке от Urban Decay, не хватает черного. Здесь нет такого бронзового оттенка. Но если у вас уже есть та такая идеальная, самая любимая палитра базовых теней, и вы хотите просто чуть-чуть как бы изменить свой макияж, добавляя какие-то более цветные акценты, то я бы все-таки советовала присмотреться к чему-то более доступному, потому что эти оттенки, скорее всего, выйдут из моды, ну, через два года так точно, возможно, даже через год. Мне кажется, что через год нам преподнесут что-то новое, и также, если вы не хотите заказывать на iHerb, то я советую присмотреться к палитре теней от бренда Everline, и называется она Burn. Вы также останетесь очень-очень довольны этими тенями, я вам гарантирую. Едем дальше. Знаменитый оттеночный гель для бровей Gimme Brow от Benefit. Я очень долго примерялась к покупке этого средства. Объясню почему. Я предпочитаю гель для бровей со сверхсильной фиксацией, то есть, чтобы получался такой чуть ли не залаченный эффект бровей, если вы понимаете, о чем я. В общем, когда волоски лежат максимально смирно, и вот когда трогаешь бровь, она, ну, такая не хрустящая, но как бы понимаешь, что все держится намертво. Этот же гель для бровей славится тем, что он очень хорошо прокрашивает брови, придает им правильный натуральный оттенок. У них действительно очень хорошая палитра цветов, и также придает волоскам такую как бы структурность, то есть, брови кажутся гуще. Он так средненько фиксирует брови, то есть, вы можете их причесать, но нет никакой гарантии, что ваша укладка бровей продержится до конца дня. Если вам такое нравится, если вам нравятся живые подвижные брови, хорошо прокрашенные, но вы не хотите тратиться на бенефит, тогда советую присмотреться к такому же, вот реально к такому же гелю для бровей от марки Golden Rose. Причем оттенки здесь, ну, идентичны. В этом у меня единичка и Golden Rose тоже один. Очень удобная, такая же щеточка, все один к одному. И я тем и тем пользуюсь те дни, когда мне хочется просто максимально натурального эффекта на моих бровях, и я этими средствами пользуюсь без каких-либо карандашей, без дополнительных помадок и всего прочего. Вот, ну, учитывайте, что это гель с фиброй, с оттенком, со средней фиксацией. Вот, помните, как в фаворитах года я прям сильно нахваливала хайлайтер от бренда Nars. Он действительно потрясающий в категории люксовых средств. Он дает такое равномерное, элегантное, непошлое свечение. Он красиво и мягко втушевывается в кожу. Он даже как-то не подчеркивает текстуру. Он, ну, вот волшебный, очень дорого смотрится на коже, если можно так выразиться. Дорогой хайлайтер дорого смотрится на коже. Но, тем не менее, более бюджетное средство дает не менее дорогое сияние. Хайлайтер от марки Estrada номерке 310. Он такой ванильный, у них еще есть с более холодным подтоном, но тот на мне смотрелся как-то инородно, поэтому я себя оставила только вот этот. И, по моему мнению, это средство является полным аналогом хайлайтера от марки Nars в оттенке Capri. Этот у меня в цвете Ford de France, но Capri у меня так же был, как и вся коллекция, поэтому я прошу поверить мне на слово, просто мне пришлось немножко разгрузить свою коллекцию косметики, дабы добро не пропадало. Но, если вы хотите купить недорогой хайлайтер, который красиво смотрится на светлой коже, с таким более теплым подтоном, то советую вот этот. Как-то очень давно я купила себе такой travel формат пудры Lockheed от Kat Von D. Не могу сказать, что это самая лучшая пудра на земле, она прозрачная, она неплохо фиксирует макияж, но мне кажется, что у нее недостаточно мелкий помол, и все-таки она немного пересушивает мне кожу. И я нашла не просто аналог, а средство, которое гораздо красивее выглядит на коже, которое создает эффект фотошопа, и это пудра от бренда Golden Rose. Она белая, но на лице превращается в прозрачную, нужно наносить тончайшим слоем, ее вовсе не нужно очень много, она не пересушивает кожу, она не подчеркивает поры, наоборот, сглаживает их. Она хорошо работает со всеми тональными средствами, чего не могу сказать о вот этой пудре от Kat Von D. Особенно мне не нравится, как она выглядит под глазами. Кстати, то же самое я могу сказать о пудре от Lore Mercier, которая у меня была, и на моей иногда обезвоженной, иногда склонной к сухости, но в основном нормальной кожи, вот эта от Golden Rose смотрится и ощущается гораздо приятнее. Это не такое плоское матовое лицо, это все-таки живой макияж. То есть, если вам нравится мертвый мат, то я даже не знаю, что вам посоветовать, но вот эта пудра от Golden Rose в категории прозрачных рассыпчатых пудр ведет себя гораздо лучше, чем более дорогие аналоги. Если вы любите яркие, насыщенные макияжи, если вы часто используете какие-то рассыпчатые тени или пигменты, если вы визажист, то, скорее всего, вы слышали о специальном праймере для глиттера, для всех вот этих вещей, которые я только что назвала, от бренда Too Faced. Он не бюджетный, он действительно хороший, и я брала его у своей подруги-визажиста для того, чтобы сравнить его с более бюджетной альтернативой. Это глиттер-праймер от бренда NYX. Это такая липкая база, которая по ощущениям напоминает клей, и на нее очень хорошо цепляются всякие украшалки нашего макияжа. И когда я выполняю какой-то вечерний макияж, очень часто я создаю базовую растушевку, потом беру немножечко этой базы, наношу на то место, куда я собираюсь приклеить какой-то яркий пигмент или мундасты от Urban Decay, и все держится на ура. Я не уверена, что этого будет достаточно для каких-то сумасшедших боди-артов с блестками, но для всех макияжей и для визажистов, да-да-да, еще раз да. Мои самые любимые румяна от бренда MAC в оттенке Denti, это минеральная линейка. Они у меня были года три, а то и четыре тому назад, я подарила их маме, и с тех пор я все думала, нужно купить снова, нужно купить снова. Купила и каждый день наслаждаюсь, потому что это такой освежающий цвет, это, не знаю, и текстура у них фантастическая, и все в них прекрасно. И самое главное то, что они подходят всем и каждому, и на каждый случай, и под каждый макияж. И у меня есть более бюджетная альтернатива. Это румяна от бренда Catrice, и оттенок называется 20 Glistening Pink, если я правильно читаю. Вот в упаковке они не так сильно похожи, но когда на одну щечку я наношу Catrice, на вторую MAC, через какое-то время я уже забываю и сама не могу определить, где какое средство. Поэтому, если вы ищете стойкие, самые универсальные румяна, с которыми невозможно переборщить, которые и в пир и в мир, то выбирайте или MAC, или Catrice. Это персиково-розовый оттенок с таким небольшим переливом. Сначала кажется, что здесь есть какие-то блестки, но когда наносишь все это на лицо, они абсолютно не видны. Я прям очень-очень рада, что теперь такой красивейший оттенок появился в более доступном сегменте. Дальше у нас по плану аналог тонального средства от бренда Estee Lauder. Это линейка Double Wear, но у меня именно версия Nude. То есть, это тон на водной основе, он более легкий, он больше подойдет для нормальной, склонной к сухости, обезвоженной кожи. Если у вас жирная кожа, но вы любите очень сияющий макияж, если вам это не мешает, если вы пользуетесь какими-то матирующими салфетками, или каким-то образом поправляете макияж в течение дня, то тоже можете присмотреться, он очень комфортно ощущается на коже, он легкий, он без проблем распределяется. Если есть конкретные шелушинки, то он может их подчеркнуть, поэтому сначала ухаживаем за кожей, а потом подбираем тональное средство. Я всегда от этого отталкиваюсь, но теперь давайте о том, чем же можно его заменить. Это фантастический тон от бренда Rimmel. Это одно из лучших тональных средств, которые я попробовала в прошлом году. Действительно приятный тон. Формат выпуска лично мне не очень нравится, но я не вижу проблем, и даже когда я куда-то еду, то часто беру этот тон с собой. Именно поэтому я не показывала вам его в разборе косметики, он лежал в моей дорожной косметичке. Вот такой большой спонж, и это средство вот сначала наносишь на лицо, как бы ничего особенного, но чем дольше ты с ним ходишь, тем красивее оно выглядит. Он вообще незаметен на коже, он так красиво сливается с ней, его можно наслаивать. И в принципе, когда я все это говорю, я понимаю, что я имею в виду два тона. То есть мне и тот, и тот нравится одинаково. И если уж совсем по-честному, то этот еще более беспроблемный в нанесении. Он, ну, совсем не ощущается на коже. Это эффект увлажненной кожи. И единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, это то, что в этой линейке нет очень светлых оттенков, и этот тональный крем может темнеть где-то на полтона. У меня здесь оттенок 100 Ivory, и он не светловат, но когда я наношу его на кожу, он чудесным образом подстраивается, и мне так нравится, как на нем смотрится и пудра, причем любая, та же риммель. И как на него наносится и бронзер, и румяна. На мне он хорошо держится. И даже если он где-то там стирается, он настолько прозрачный, что это незаметно. Для всех, кто любит тонкое увлажняющее покрытие, этот тон из масс-маркета я прям очень советую. Еще одни очень знаменитые и горячо любимые мной румяна, это NARS оттенок оргазм. И это персиковый розовый румяна с явным золотистым переливом. Если у вас неровный рельеф кожи, если у вас очень расширенные поры, то я бы выбирала что-то менее сияющее. И, кстати, мне кажется, что это более розовый оттенок, нежели персиковый, но он очень хорошо сочетается со всеми макияжами. И я красила этими румянами и невесту моего брата, и маму, и подружек, и всем он подходит. Только вот если прям очень проблемная кожа, то все-таки лучше выбирать что-то более сатиновое. Тоже освежающее, но просто не с таким явным вот блеском. И у этих румян есть аналог. Раньше мне казалось, что они похожи, но сейчас я вообще не вижу в них разницы. Это румяна от бренда Bourjois. Эти румяна также наносятся, дают такой же эффект и точно так же держатся. Поэтому, если вы давно искали аналог румян от Nars, то теперь вы знаете, что это. Один из самых продаваемых оттенков помад у бренда Urban Decay это Backtalk во всех текстурах. То есть, если это жидкая матовая помада, то это тоже Backtalk. Если это классическая матовая помада, то это тоже Backtalk. Это очень красивый лиловый холодный цвет помады, который настолько самодостаточный, он не требует вообще никакого макияжа глаз. Просто подчеркиваем ресницы, наносим эту помаду и каждый раз ваш макияж будет достоин восхищения. Я бы еще советовала выбирать какие-то румяна в похожем оттенке или хотя бы в похожем тоне, таком холодном. И каждый раз это будет смотреться так дорого, так роскошно. И когда я крашусь таким образом, я собираю больше всего комплиментов. Я считаю, что это благодаря декоративной косметике, правильно подобранной декоративной косметике. Так вот, чем же заменить эту обалденную помаду? У меня есть два варианта. Первая это жидкая матовая помада из линейки Mat Constance. Это марка Vivienne Sabo. Одна из самых таких приятных матовых помад, которые я пробовала в последнее время, так как она не сильно ощущается на губах. Она их не стягивает, она их не пересушивает. Это матовая помада, не стоит рассчитывать на то, что она будет каким-то образом увлажнять ваши губы, но во всяком случае она не приводит их в какое-то плачевное состояние. Очень благородный оттенок. Мне нравится, как эта помада смотрится на губах, как она наносится. Ее можно наслаивать, можно наносить тонким слоем. И вот эта помада имеет еще более универсальный оттенок. Если бэкток, она прям конкретно лилово-холодная, то вот эта подойдет тем из вас, кто присматривается к таким трендовым помадам. Ну и вообще это недорогой бренд. Я думаю, что стоит попробовать. Вообще вся линейка очень хорошая. И вторая это мой несменный фаворит. Оттенок 10. Тоже матовая помада в карандаше. Мне кажется, что она еще больше похожа на Urban Decay. И у нее приятная кремовая текстура, матовый финиш. Но она не такая стойкая, как Vivienne Sabo, не такая стойкая, как Urban Decay. Но в качестве бюджетной альтернативы еще раз напоминаю вам, что вот эти помады в карандашах, они очень хорошего качества. И вообще я считаю, что марка Golden Rose и еще Eveline сделали такой огромный шаг вперед в плане качества косметики. Я бы хотела сделать отдельное видео о Eveline. Если бы да, то ставьте пальчик вверх. Потому что все то, что я от них пробую, оказывается настоящими хитами. Так что голосуем. Если да, то я с удовольствием накуплю всего. И посмотрим, что же еще достойно наших с вами денежек. Небольшая поправочка. Есть еще и третий аналог помады. Просто у меня целая коробка. Я сижу, все по порядку выбираю. Вот эта помада от марки Bourjois. Она тоже матовая. Она тоже стойкая. Она также, как и Backtalk, имеет вот оттенок практически один к одному. И это номерок 19. Эти помады появились осенью или в начале зимы в продаже. Поэтому стоит посмотреть в магазине, что и как. И мне нравится и текстура, и нанесение, и плотность покрытия. Но только помним, это тоже матовая помада. Увлажнения мы здесь не ищем. Поэтому сначала хорошенько готовим губы, наносим какой-то бальзам, промакиваем его. И дальше поверх какую-то любимую, а в этом случае лиловую матовую помаду. На этом у меня все. Я надеюсь, вам было интересно. Если да, то не забудьте поставить пальчик вверх. Меня, как блогера, это очень мотивирует и вдохновляет. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok